Здравствуйте, наши уважаемые зрители! Вновь в эфире программа «Подмосковные вечера». И у нас в студии сегодня не просто звезда, а человек, который является автором огромного количества хитов для такого количества наших эстрадных мэтров, что, наверное, проще было бы перечислить тех певцов, в репертуаре которого нет его песен. Я права, Сергей? Это Сергей Трофимов. Ну, конечно, это и прежде всего звезда, очень яркая, самостоятельная звезда шансона. Сереж, есть ли такая нетленка автора Сергея Трофимова, которой он будет впоследствии гордиться и которая, на ваш взгляд, останется потомком? Ну, знаете, мне тяжело говорить, потому что из того, что я написал, мне ничего не нравится вообще. Вот, и вообще я считаю, что все самое хорошее впереди только. Но неужели нет таких вещей, которыми сейчас не стоило бы гордиться? Есть вещи, по которым меня узнают. Это «Боже как упустяк», «Бьюсь как рыб», «Снегири», «Песня о Ленине». Ну, это только то, что исполняете вы? Нет, «Боже как упустяк», это то, что вот Сашка Иванов исполняет. Александр Иванов, да. Вот, кстати, по поводу Александра Иванова, он тоже, кстати, незадолго до вас сидел вот в этой замечательной дачной беседке, и мы говорили об этом альбоме, о вашем авторстве альбома. И я в связи вот с нашим этим разговором хотела бы вам задать вот немножечко такой каверзный вопрос. Насколько я знаю, были попытки вашего исполнения этих песен? Я на концерте иногда пою некоторые из них, если они в канву концертов писаются. А потом отдали эти песни Иванову? Нет, нет, я их никогда не исполнял сам. Это все, что было написано, тут же Сашке отдалось. Там важна была концепция альбома сохранить. Скажите, а вот почему песни отдаются? Почему такие заведомо хитовые вещи отдаются другим людям? На тот момент так получилось, что выходили сразу, готовились к выходу «Грешная душа и печаль» и «Аристократия по-моему» первой части. Если бы сразу два альбома я спел, диаметрально противоположных, это было бы не совсем верно. С точки зрения как бы паблисити. Поэтому я спел аристократию, а Сашка спел этот альбом. А есть ли для вас, для певца, автора, исполнителя Сергея Трофимова что-то превалирующее, скажем, можно так определить? Я прежде всего автор для других, или я прежде всего сам автор-исполнитель? И то, что не нравится мне, я отдаю другим? Нет, все не совсем так. В последнее время, к сожалению, я редко вообще с исполнителями работаю. Силу ряда причин. В основном потому, что люди приходят и говорят, что я хочу, чтобы звучало что-то среднее между Уитни Хьюстон и Назаретом. И видят, что человек вообще слабо представляет, что он хочет, зачем ему это надо. И тяжеловато с подачей. То есть в основном как бы превалирует сейчас нефтепоп. То есть приходят те, у кого там бензоколонки свои. И они хотят, чтобы их какие-то там знакомые пели. А артистов таких вот по-настоящему талантливых очень мало. Поэтому многие песни сейчас вообще пишутся в стол. К сожалению. А что касается меня, то, вы знаете, наверное, скорее всего превалирует текст. В зависимости от того, какой текст, выбирается дальше стилистика музыки, аранжировки и так далее. А есть ли такие певцы, с которыми было, скажем так, особенно приятно работать? О работе с которыми вспоминается с удовольствием? Вахтанки Кабидзе. Потрясающий человек. Вообще никаких дублей, ничего, тут же вот стихи, как услышал, вкурил, пошел, спел. А какую песню, Леонид Ильич? И пускай сегодня прошлое не в моде, я скажу по-старому, думаю, сейчас. Мы уходим, мы уходим, мы уходим, дай вам Бог, пожить ребята лучше нас. Сереж, я помню ваше выступление. Была такая очень интересная передача еще в бытность канала ТВ-6, называется «Земля-воздух». Я думаю, большая аудитория у этой программы, для тех, кто не видел ее, было это буквально в этом году, дела совершенно недавние, и зрительская аудитория там вам задавала вопросы. И почему-то вот один из вопросов, который был вам задан, он как-то так вот остался без ответа. Ну, может быть, я начала с этого, потому что мне хотелось бы, чтобы именно в этой программе мы сегодня эту тему и раскрыли. Почему в вашем творчестве такие диаметрально противоположные вещи, и шансон, и блатная песня, и эстрадный, и поп, и рок, как это умещается все в одном человеке? Вот мне как раз и хотелось бы поговорить. И почему я заговорила о программе «Земля-воздух», потому что прозвучала там такая мысль, что, ну вот, аудитория воспринимала все так положительно и мажорно, и вдруг мысль о том, что вот нет в Сергея Трофиме вот стержня, вот нету, вот. Я знаю, мне интересно писать о своем современнике, а он настолько разный, он настолько полярный, то есть это тот человек, который мне интересен, или в уста которого я вкладываю то, что ему нетипично говорить, скажем так. То есть у меня может домохозяйка рассуждать о вопросах большой политики, и это смешно. Род может, как бы, бывший зэк рассуждать о христианстве, это горько. Вот приблизительно так. Есть какой-то жанр, который все-таки более близок? Вот на данном этапе. Ну, я считаю, что я вот как раз сейчас работаю и бард-авангард, и вот сейчас альбом, который пишется, это что-то среднее между рок-н-роллом, дворовой, бардовской, такой вот, поэзией, эстетикой. Вот есть такое мнение, что вот вдохновение, озарение, вот что-то такое вот сродни внезапной любви. Это в вашем случае? Это действительно так вот бывает? Вот стою на месте там, или вот смотрю на море, и вдруг приходят стихи, вдруг приходит музыка. Как она вообще приходит? Ну, как у Любовь, шизофреника, как бы, по Ленинградской школе психиатрии, всем шизофреники. По большому счету, те, кто имеет слово, то есть работают со словом, с музыкой. Спишь ночью, как правило, уже вот спать охота жуть. Вдруг как строка придет, и думаешь, ну и хрен с ней, все, спать буду, никаких. Ну, понимаешь, что она к утру уйдет, поэтому встаешь, спать охота, сидишь на кухне, и вот начинается процесс. А иногда бывает так, что вот просто вот раз-раз-раз на машине едешь, вдруг бах, поперло, встал к обочине, раз песня написалась. Насчет поперло, насколько часто прет? Частенько. А можно так сказать, вот в месяц я пишу столько-то песен, это к слову о производстве? Нет, бывает так, что вообще месяцами ничего, вообще ничего. А бывает так, что в месяц там бац, на два альбома сразу. Причем почему, от чего, совершенно непонятно. Сереж, вот мы сейчас о создании хита, о творчестве. Причем, знаете, что интересно? В самый неподходящий момент, как правило, вот поехали отдыхать этим летом. Вот нормальные люди что делают? Загорают, купаются. На пляже ли, да? Купаются, да. Нифига, а он меня поперло, вот я с блокнотом всю дорогу ходил. Кстати, вот я тоже недавно ездила отдыхать, и совершенно вот в другой стране ваши песни на кассетах вообще приятно слышать. На самом деле очень немного исполнителей, которых вот люди берут с собой. Ну бывает, бывает. Вас с собой берут. Сереж, а вот когда вы за границей слышите чужие песни, вернее, вот слышите в чужой стране свои песни как-то? Ну бывает иногда, что с Шакилой чуть-чуть. Ну а подходят вообще, вот там дергают за рукав, говорят, вот он Сергей Трофимов или там... Бывает, бывает. И что вы при этом делаете? Смущаюсь ужасно. А вы вообще скромный человек такой, стесняющийся своей популярности или наоборот она вам приятна? Нет, скорее стесняющийся, потому что хочется, надо побыть одному. Особенно, когда забираешь специально какой-нибудь медвежий угол, там выходишь к рыбакам, и они долго на тебя смотрят, говорят, Трофимов что-то. Шел-шел, бальчики мои, опять. Сереж, о ваших гастрольных, концертных поездках. Насколько я знаю, их в вашей жизни очень много, и зачастую это и военные части, и Чечня была в вашей концертной биографии. Как это было? Ну, я в Чечне был три раза. Первый раз прошло нормально, все. Я там был один день, все. Второй раз влипли в историю. Вышел живым и здоровым. Ну, что значит влипли в историю? Это же самое интересное, Сереж. Ну, там случайно в окружение попали. Вместе с группой, где я выступал. То есть вы выступали в части? Да, среди знакомых там ребят. Вот. Ну, то есть просто знакомые военные вас пригласили, или это концертный тур, или что это такое? Нет, это был день рождения моего друга. Я приехал там с подарками для него. Вот, и обстановка была сначала нормальная, потом выяснилось, что ненормальная. Ну, и, в общем, пришлось вместе с ними. Сереж, вы прям как партизан. Нормальная, ненормальная. Ведь интересны же подробности. Да ни к чему это. Как же все-таки оно происходит вот вне этой сцены, вне экрана? Какой он Сергей Трофимов? Ведь я знаю, доводилось вам и за бесплатно выступать, и часто доводиться в госпиталях. В принципе, я вам могу сказать, что когда попадаешь в Чечню, у тебя охватывает, как бы лучше сказать, ощущение полного такого театра абсурда. Абсолютного. Потому что, что местные жители не понимают, зачем они по большому счету уже воюют. У них там уже кровная месть пошла. Что наши солдаты прекрасно понимают, что война эта нечестная и так далее. Ну, в общем, бред какой-то. И везде горят эти факелы с нефтью, которые никто не тушит. А эшелоны с нефтью спокойно идут, идут, идут. Я, насколько я понимаю, у вас такие достаточно тесные связи. И вот из Чечнёй, и вот в Софринской бригаде вы выступали. У вас там тоже друзья? Нет, у меня... Мои друзья из... То есть вы достаточно часто выступаете в военной среде? В питерский тайфун, в спецназ. Почему именно в этой среде так много контактов, так много связей, друзей, знакомых? Ну, знаете, там в армии сейчас такой процесс происходит. С одной стороны, офицеры, которых я глубоко уважаю за то, что они придерживаются таких понятий, как честь офицера, долг. А с другой стороны, большие погоны, которые этих же офицеров продают просто-напросто. И люди, могу на полном серьезе сказать, что они во имя Родины, во имя России служат. Потому что по большому счету нормальной службы это назвать просто нельзя. Это унижение жуткое. Когда стоят БТР и записывают боевую группу, что вот она востока-то пошла на боевые, значит, вот она востока-то вышла с боевых. Вот это время им зачтено, чтобы они получили боевые деньги. А то, что они по дороге, они могут в любой момент в засаду нарваться и на мины наехать. Это считается как бы нормальным. Я такого унижения просто был бы я офицером, я не знаю, что бы я сделал. Они вот терпят. Сереж, насколько я понимаю, ну, опять же, если я не права, поправьте меня. У вас не было вот такого мучительного выбора профессии. Музыка выбрала вас. Ну, по большому счету, да. То есть в 4,5 года вас просто в детском саду выбрали, отобрали, и дальше началась музыка. Ну, а вот если бы этого не случилось, и вам бы представилась возможность, скажем так, Ну, в принципе, возможность-то она, конечно, всегда есть, но тем не менее. Представилась бы возможность вот там в 16 лет после школы, как положено выбирать профессию. Вот обязательно ли бы это была музыка? Я думаю, что да. Это как бы не так случилось, а, наверное, любая случайность все-таки, она закономерна, как мне кажется. Ничего просто так не происходит. Ну, это я провела параллель как раз в связи с тем, что мы говорили вот о военной службе. Вот не могло бы... Вряд ли я пошел туда, ибо... В силу ряда причин и убеждений, скажем так. Если бы в армии исповедовался прежний культ воина, то, может быть, да. Но сейчас это вот только-только начинает возрождаться. Опять же, не благодаря чему-то, а вопреки всему. Хорошо. Мы плавно перешли на выбор профессий, и мне бы хотелось, чтобы мы вернулись немножечко в начало, как говорится, творческого пути, потому что действительно настолько интересная судьба и настолько огромное количество именно профессиональных музыкальных институтов, образований, регалий. И при всем при том, вот сейчас, если спросить, вот, ну, скажем так, такой, по-моему, Малежик, да, эксперимент производил вот на улице, спрашивал, кто я, да, вот говорили там, звезда эстрата. Вот если сейчас выйти на улицу и спросить, кто такой Сергей Трофимов, ну, наверное, более половины опрошенных скажут, что звезда шансона. Вы со мной согласны? Да, абсолютно. И все-таки, вот, если мы говорим о шансоне, наверное, это какие-то, вот, у многих людей какие-то, вот, корни уходят туда, вот, в КСП, вот, в авторскую песню, вот, такую вот, в песню у костра. А если мы говорим о КСП, о песнях у костра, то, как правило, это, ну, в основном были, ну, кто, инженеры, математики, физики, геологи, люди, которые не имели музыкального образования. И вот я еще раз позволю себе вернуться, вот, в программу «Земля-воздух», потому что там тоже поднималась эта тема, которая тоже, вот, как-то не очень раскрылась. Говорили, ну, как же вы, вот, Сергей Трофимов, с таким количеством музыкальных образований, вот, с таким профессионализмом и звезда шансона? Вот, что такое шансон для вас? Как можно это определить? И требует ли он такого профессионализма, который у вас есть? Я бы сначала начал все-таки с образованием. Дело в том, что образование в советской системе, даже, как сейчас в российской системе, это не образование в том смысле, в смысле наполнения, скажем так, интеллекта, человека, его кругозора или какой-то духовной там, вот, наполненности. Это всего лишь обучение о владении ремеслом, опять же. Ремеслом, там, ремеслом, там, архитектора или, там, музыканта. Как раз у тремеслового композитора заключается в том, чтобы из ничего делать продукт, который можно потом продать. А вот то, что касается, скажем так, то, что вы говорите, КСПшной песни и так далее, там, подобное, это вот симбиоз искусства малых форм, которые у нас принято называть, там, песни, баллады и так далее, где наиболее гармоничное сочетание слова и музыки, где слово, как бы, оно опивается, а музыка, она, как бы, дополняется словом, то есть у нее совершенно другое содержание появляется. Дело в том, что, по большому счету, сколько меня там не убеждает, научиться этому вообще нереально. Это или есть от Бога, или нет. А, во-вторых, кого считать своими учителями, то есть если основываться на, не в плане того, что это там плохо или хорошо, если основываться на, скажем так, произведениях Аркадия Северного и так далее, там, подобное, то ты будешь писать одну музыку. А если это у тебя учителя Гумилев, Ахматова, тот же Бродский, несколько другую. Ну, ваши учителя в таком случае, кто они? Пушкин, Гумилев, Северянин, наверное. Бродский, Высоцкий, Галич. И все же, что такое шансон для вас? Вот у Михаила Захаровича Швутинского есть свое определение шансона, у Михаила Кругопокойного свое. Для меня шансон, у нас торговая марка, под которую объединили так или иначе всех, кто не входит в официальный истеблишмент. То есть тот, кто не подходит под формат радиостанций, телеканалов, находящихся у Игоря Крутого или еще у кого-то. То есть для них было создано радио шансон? Ну, в общем, да. Ну, какой-то коммерческий такой все-таки подход. Абсолютно. А творческий? А творческий? Где же творческий подход? А в творческом, как и там, возникает иногда очень талантливые коллективы, очень талантливые исполнители. Несмотря на всю эту грядку чего-то такого нефтепопа сплошного. Ну, вот, также здесь, на фоне всей этой лагерной темы и всего прочего, иногда возникают блистательные совершенно таланты, которые у меня готов в руку плескать, которых я слушаю с удовольствием. Это тот же Тимур Шауф, Александр Рушенн, и некоторые песни того же Миши Круга, особенно лирические, у него есть очень сильная песня. Вот. С корнями военной темы в вашем творчестве, ну, мы так более-менее разобрались. Очень поверхностно правда. Ну, друзья офицеры. А вот лагерная тема. Тоже есть, как бы, сталкивался с людьми, и сейчас общаюсь с людьми, которые глубоко уважают. Это во-первых. А во-вторых, понимаете, Россия такая страна, которая... Может, больно, как-то у нас все предвзято получается. Человек, который украл кошелек, может уйти фактически, ну, фактически на всю жизнь. Достаточно один раз сесть и все. А человек, который украл миллион, он красавец. А бывали ли такие случаи, когда вам писали из лагерей? Да. Что пишут? Много пишут, на самом деле. Вы знаете, и судьбой своей делится. И один даже товарищ просто написал, говорит, ну, помоги, говорит, как-нибудь устроиться. Помог. В автосервисе сейчас работают. Это реальный случай? А пишут, пишут песни, пишут ли какие-то ситуации, на основе которых потом были созданы песни? Было такое? Ну, было. У меня там была песня «Судьба». Это рассказ человека, который был по Таримбургу в зоне особого режима. Он там в пятый раз, как он сам сказал, ни за что сидит. Но в пятый раз действительно прагматически достаточно причине. Сел, как он это сказал, если, конечно, не врал. И вот на основе этой истории получилась песня «Судьба». В пятый раз ни за что так сложно. Ну, по его словам. Они там все, в общем, ни за что. А с другой стороны, понимаете, вот сами корни вот этого, я бы сказал, ну, всех этих вот понятий, что ли, блатных, воровских, так вот, если всю эту шелуху отбросить, то, получается, было у нас, скажем так, противостояние официальной тоталитарной власти. А она всегда в России тоталитарная была. Я что-то не помню ни разу демократических особых институтов, если так историю копать. Кроме Новгородского речи, конечно. Вот. Вот, с одной стороны, это была интеллигенция, люди, так сказать, свободомыслящие и думающие, которые ставили себе задачу в плане философского какого-то осмысления, политического противостояния вот этому беспределу, который был. А с другой стороны, народный. Это так называемая вольница русская, это вот ватаги, это встеньки разины и все прочее. Это никуда не отнять. Это вот две таких полярных системы противостояния нажиму, произволу государственному, который гнет, который уничтожает, перемалывает. И корни-то, в общем, всех вот этих вот воротских течений, блатных понятий, он как раз здесь. Особенно после того, как произошла монастырская реформа при Василии III, по-моему, и монахи, половина, которые остались вообще вне удел, пошли в леса. Где Вы предпочитаете выступать? В Подмосковье, в Москве или, наоборот, в городах, которые далеко, дальние гастроли? Где интереснее? А Вы знаете, тут раз на раз не приходится. Нужно бывает так, что приезжаешь в какой-нибудь глухомань, и тут такой слушатель, который просто подарок. Или чуть не стоит слушать. А в Москве как-то так, в ночных клубах им ничего не интересно. А бывает так, что, наоборот, в Подмосковье, в Москве вдруг публика такая, что тут все зависит от того, кто приходит на концерт и зачем приходит. Ну вот Вы всегда на концертах общаетесь с залом, это так все здорово, интересно, и кажется, вот это так все легко и контактно. А вообще может быть так, что вот Вы с залом разговариваете, а зал мне отвечает? Вообще такое может быть? Бывает такое. И что тогда? Приходится идти на всякие компромиссы. Вот недавно у меня был концерт в Донецке, приглашенный концерт такой. И там у очень уважаемых людей, авторитетов, скажем так, у них там еще на уровне наших 80-х годов. То есть с одной стороны сидели мужчины, с другой стороны женщины, их жены. Причем в зале была гробовая тишина, там перед нами музыканты какие-то работали. Я говорю, а что так тихо-то? А им, говорит, хлопать западло. Пришлось пойти к старшему, сказать там что-то, долгую беседу провести и сказать, что хлопать все-таки не западло. В общем, в конце концерта я их расшевелил. А что Вы им такое сказали? У них даже жены пошли плясать, в общем. Но мне это стоило бешеных усилий. Причем выяснилось, что главный авторитет, который у них там, он закончил военное высшее политическое училище, то есть комиссар по образованию. Он сказал, давай, братан, плывай военные песни. Это дико несколько было в компании авторитетов исполнять военные репертуары. А вот была ли у Вас когда-нибудь такая ситуация в жизни? Вот Вас приглашают на концерт, а Вы говорите, я не буду выступать вот здесь. Может такое быть? Может, если там очень холодно. Только метеоусловия могут помешать концерту Трофима. В общем, да. Мне как-то... Какой город? Снежногорск, что ли? Приглашайте Трофима на закрытые площадки. Что-то в этом духе. Вот, я говорю, а какая температура у Вас? А там что-то было начало весны. Мне просто сказали, спрашивали, когда такие города... У них там 52, что ли, у меня ребята там чересчур. Сереж, а как Вас друзья называют? Да по-разному. Ну, я задала такой вопрос, потому что вот все-таки сценический псевдоним, он настолько прижился, насколько с Вами сжился... Это все равно Трофи. А, вот так вот, да? То есть и не Сергей, и не Трофим, а Трофим. Понятно. Вы могли бы себя назвать счастливым человеком? Абсолютно. Вы знаете, несчастливый человек, это тот, который недоволен прошлым, и который не уверен в будущем. А я привык жить настоящим. А в будущем вы уверены? Неа. Я же говорю, я привык жить настоящим. То есть здесь и сейчас? Знаете, как говорили в княжеских дружинах, учили воина, чтобы вот он ни к чему не привязывался особо, был счастлив, умел правильно воспринимать эту жизнь. Ему говорили, что ты умер еще вчера, а все, что происходит с тобой сегодня, это подарок, который тебе подарил Господь. Никогда ничего не отказывайся, никогда ничего не желай. Ну как же так ни к чему не привязывайся, а семья, а дети? Этим тоже надо уметь жить сиюминутно. А поподробнее? Поподробнее? Вы знаете, целая система, философская и духовная практика, как учиться жить с сегодняшним днем, с сегодняшним мгновением. Ну, хотя бы отчасти. А не тем, что было вчера, а тем, что будет потом. Хотя бы отчасти, поделитесь. Это надо уметь отдавать себя каждую секунду тем, кто в тебе нуждается. Есть ли такое качество, которое, на ваш взгляд, не хватает и вам? Да, конечно. Какое? Я, наверное, не всегда настолько бываю жестким, как это требует обстоятельства. А есть ли у вас какие-нибудь недостатки? Огромные. Какие? Ну, во-первых, я не блондин. Вот, дальше буду перечислять долго. Хорошо тогда о достоинствах. Ну, это скромность, обаяние. Сереж, ну, вот, если бы вас попросили описать Сергея Трофимова так со стороны, я, конечно, понимаю, что это уже такой вот на грани, на грани вопрос, да? На грани психиатрических таких сложностей. Ну, да, я бы сказал. Неожиданный такой персонаж Фредди Кривгеров в сказке про Колобка. К сожалению, вот на такой мажорной ноте мы заканчиваем наш разговор к тому, как время действительно неумолимо подходит к концу. И сейчас, по доброй традиции нашей передачи, Сергей Трофимов обратится к вам, наши уважаемые зрители и зрительницы, с тем, что он, наверное, для вас готовил, готовил долго. Да, да. Рассказывайте. Что же вы хотели, что бы вы могли пожелать нашим зрителям и вашим зрителям и слушателям? Ой, я бы хотел пожелать мужчинам мудрости, выдержанности и целеостремленности, женщинам нежности, доброты, теплоты. Детям больше слушайте, больше наблюдайте. Вот. А всем в целом любите друг друга. А вот что-то наладится. Наш гость Сергей Трофимов, автор, исполнитель, композитор, музыкант и просто замечательный человек. Это была программа «Подмосковные вечера». В студии была Кира Залевская. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова